Игромания представляет При поддержке компании Blizzard Операция начинается Сейчас это звучит даже немного смешно, но каких-то два года тому назад никто и помыслить не мог, что среди признанных гигантов моба-жанра найдется место еще для одной игры. Но когда появились первые скриншоты, а затем и тизер проекта, который поначалу назывался Blizzard All-Stars, стало ясно, что борьба в этой нише скоро вспыхнет с новой силой. За игру взялись разработчики с огромным багажом проработанных вселенных, поэтому первое, чего ждали фанаты, это возможности поиграть любимыми героями из разных миров Blizzard. Иллидан против Артаса Лича. Кто кого? А что, если столкнуть, скажем, Рейнора и Валлу? Сама игра была в те дни еще совсем иной. Если покопаться в ранних разработках, можно было заметить внутриигровой магазин, всем известные иконки из Варкрафта, золото и традиционные характеристики героев. Но в какой-то момент геймдизайнеры решили пойти совершенно другим путем, разом сломали массу жанровых стереотипов и в итоге создали проект, получивший уже более привычное нам название — Heroes of the Storm. Стишок! Нашел Нексус! Нексусе всем придется играть со мной! Начало было положено, аккаунты с рабочей альфа-версией разошлись по рукам. Седлай коня, или на что там сейчас скидка, срывайся с базы и... Голопом в бой! На разных картах напряженные 40-минутные сессии сменяются скоростными динамичными стычками. А кроме стандартного «доберись до вражеского Нексуса и снеси его» есть уникальные механики, вроде управления рыцарем-драконом или борьбы за покровительство бессмертных. Отошли даже от каноничной системы трех линий. Далеко не на всех картах их число равно трём, а кое-где есть отдельный пласт геймплея в подземельях. Первый набор персонажей расширили довольно быстро. Хотя, вообще говоря, он и на старте был немаленьким. 23 героя из разных вселенных. И если враги не дадут нам жить в мире, мы ответим войной! Важнейшим этапом развития проекта стал так называемый Heroes of the Storm 2.0. Цифрой 2 создатели отдельно подчеркнули масштаб изменений, которые, конечно, не сводились к очередной карте и паре свежих героев. Разработчики перелопатили всю систему уровней, добавили призовые контейнеры, целиком переделали игровую экономику и существенно доработали игровой движок, изначально выросший из StarCraft 2, но затем ушедший в совершенно отдельную линию разработки. Мы, если помните, даже летали по этому случаю в Париж, чтобы первыми в мире опробовать новый контент. Но оставим Париж в покое. Спустя полтора года после релиза игра пришла в большой киберспорт. Мы увидели Heroes of the Storm Global Championship, а затем Heroes of the Dorm для абитуриентов колледжей и еще несколько турниров поменьше. Чтобы претендовать на место в мировом киберспорте, в первую очередь важен первоклассный баланс. А баланс — это со всей неизбежностью регулярные правки игрового процесса. Разработчики анализируют тысячи партий, оценивают возникающие тактические стереотипы, их еще часто называют метой, сокращенно от метагейм, и по мере необходимости освежают игру, чтобы избежать однообразия тактик. О том, как выглядит нынешняя игровая мета Heroes of the Storm, мы спросили у Александра Мелдора, профессионального игрока из команды Always Lucky. В последнее время было множество разных перемен, например, усиление саппортов как роли, из-за этого какое-то время играли вообще только пиками с двумя саппортами. После этого же Blizzard поняли, что они не хотели такого усиления мета саппортов, и они начали потихонечку убирать. Это случилось из-за того, что в игру начали добавлять больше героев, которые добавляют армор, и это давало бонусную синергию вместе с хилом, и из-за этого вышло так, что два саппорта стали гораздо сильнее, чем все остальное. Но сейчас постепенно уже Blizzard отошли от этого, они немножечко понерфили большинство арморов и саппортов, и мета потихонечку возвращается, но два саппорта до сих пор иногда очень хорошо смотрятся. Иногда мне кажется, что без меня они совсем пропадут. Беден! Что же представляет собой Heroes of the Storm сегодня? Это шесть вселенных Blizzard, собранных воедино. 13 карт на любой тактический вкус и, внимание, 71 герой. И это не конец. В ближайшем обновлении их ряды обещают пополнить Ана и Крысавчик из Overwatch, а к списку карт должна добавиться 14-я, КБ Вольской из той же вселенной. На ней игроки смогут взять под контроль огромных боевых роботов. Сейчас, когда мы заканчиваем работу над этим видео, мы уже мысленно на Игромире. До него осталось буквально пара дней. Поэтому добавим, что поиграть в самую актуальную версию Heroes of the Storm вы можете прямо на выставке, в игровой зоне Blizzard. А если повезет, то и принять участие в одном из шоу-матчей на сцене, сразиться с известными видеоблогерами или уж, если совсем повезет, то и с коллективом Игромании. Да-да, мы тоже там участвуем, так что если планируете заглянуть на Игромир, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин